Всем огромный привет! Сейчас у нас июль, и я решила вам показать нашу коллекцию только-только купленной книги для школьного чтения. Потому что на ретто задали много литературы. Читать что-то у нас было дома, какие-то были книги, но в основном книги я докупаю, потому что у нас дома огромная библиотека. У нас один полутораметровый шкаф до потолка, полностью заставленный книгами, и второй метровый шкаф тоже под потолок в книгах. Очень много зарубежных авторов, но книг по школьной программе у нас, к сожалению, практически нет. Я не знаю, как так вышло, но я их особо не покупала, поэтому наверстываю пущенные. Здесь несколько серий книг, я попробовала разные, посмотрела. Покажу вам пока, что все книги я оставляю, как бы я не буду ничего возвращать. Я вообще люблю покупать книги сериями, мне очень это нравится. В общем, сейчас покажу, посмотрите, что вам понравится. Давайте начнем с вот этой серии. Эта серия продается, я ее взяла на Озоне. Получается, одна книжечка стоит 162 рубля, то есть, ну, прям очень-очень бюджетно. Книга в толстом переплете, вот, смотрите, достаточно хорошей толщины. Книга с белыми листами, то есть, хорошие белые листы, плотные листы, то есть, не газетные, а именно хорошие плотные листы. Книга с хорошими иллюстрациями, вот, смотрите, то есть, и хорошо иллюстрированная, и прекрасная бумага. Книга плотная, вообще, очень-очень-очень довольна. За 162 рубля я считаю, что это просто прекрасная цена для таких книг. Это тоже целая серия книг, классическая литература, много авторов, много произведений. В общем, можно взять на Озоне, ссылочку я вам оставлю. Дальше взяла вот такое-то издательство «Самовар». Вообще, у издательства «Самовар» есть, как и «Христомати», такая отдельная книга по произведениям, по авторам. Очень тоже много. Чем мне нравится «Самовар»? То, что у него хорошие листы. Вот, хорошие иллюстрации. А здесь бумага потоньше. То есть, вот, если вот в этой серии прям бумага очень плотная, очень хорошая белая, здесь чуть потоньше. Ну, в целом, тоже хорошая. Далее я взяла вот две таких книги. Взяла серию «Посмотреть». Интересная серия, очень красивая получается. У них очень красивые обложки. Интересно очень сделаны иллюстрации. Я сейчас покажу. Иллюстрации сделаны вставками. То есть, получается, что сама бумага, она газетная. Она не желтая, она сероватая. То есть, не белая, не желтая. Такая сероватая, достаточно шершавая и достаточно такая тонкая. Вот. А иллюстрации сделаны достаточно красиво на мелованной такой глянцевой бумаге. Вот. Тоже хорошая, красивая в целом иллюстрации. Тоже целая серия. Вот. Я взяла две книжечки только Толстого. Больше брать из этой серии не буду. Мне не понравилось. Все-таки, тем не менее, не совсем мое. Дальше вот эта интересная серия, кто я очень ее хотела. И в основном брала книги. Дети на фоне кричат, балуются. Ну, дети есть дети, сами понимаете, шестеро детей. А здесь получается очень интересная серия книг. Она очень большая. В серии больше ста книг. Разных авторов, разные произведения. Но качество книг разное. Очень разное. Смотрите. Вот эти две книги, Каштанка и Филиппок, они вообще идут великолепного качества. Просто потрясающие. У них хорошая белая бумага. Прям хорошая. Хорошие, красивые иллюстрации. В принципе, все книги иллюстрированные. Вот. То есть, прям мне нравятся. Вот такие. Это РАЗ. Это Каштанка у нас Чехов. И дальше у нас идет Филиппок. Вот здесь даже бумага даже лучше. Здесь вообще прям идеальная. Она такая даже немножко как будто глянцевая. Смотрите. Красивые иллюстрации. Хорошая бумага. Толстый переплет. Книга великолепная. Это серия «Внеклассное чтение» от издательства «Росмэн». Из этой же серии вот есть здесь много произведений. Вот, например, смотрите. «Толстой детство» и «Кавказский пленник». Одну из этих книжечек я, скорее всего, подарю кому-то себе. Оставлю вот эту с «Кавказским пленником». Но здесь, например, да, здесь вот просто листы газетные. Но они тоже, видите, они сероватые, но не прям такие некрасивые. Нет, нормальные. Такие белосерые. В целом нормально. Читать по школьной программе, в школу носить. У нас просто весь год мы печатали школьные произведения в режиме нон-стоп. Потому что каждый раз приходит домашнее задание «Принести завтра то-то, принести завтра то-то, то-то, то-то». То есть мало того, чтобы дома прочитать произведение, его нужно принести в класс. И мы все произведения распечатывали. Я поняла, что это вообще не вариант. Нужно иметь школьную литературу дома. Обязательно ее нужно иметь дома. И я решила собрать ее из вот нескольких серий книг. Опять же, беру достаточно бюджетные серии, недорогие. У нас есть несколько книг другой, более дорогой серии. Их я вам тоже покажу отдельно. Но вот это из бюджетных книг, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот. Я же говорю, листы. У меня, к сожалению, прервалась запись. Я не смотрела сейчас на чем. Но, в общем, вот эти книги, вот эта серия, они разные. Вот в этом книге, например, здесь листы тоже чуть получше, более беленькие. И здесь уже, видите, иллюстрации цветные тоже. Хотя в двух предыдущих иллюстрации, например, были черно-белые. В целом серию могу рекомендовать все равно. Даже при том, что есть спорные моменты, все равно я считаю, что серия достаточно удачная. Смотрите, красивые иллюстрации. Прям-таки довольно-таки неплохие. В общем, вот так. И последняя серия – это серия книг о природе. Ой, кто-то из детей шумит. Серия книг о природе – это вот такие рассказы о животных. Они именно с вопросами, с пояснениями. Здесь тоже сразу говорю, что вот эти, смотрите, все эти рассказы. Здесь Паустовки, Паустовки, Перишлим, Бианки, Коваль. Все эти произведения можно найти в более хорошем качестве. В произведениях, в книгах с очень красивыми, яркими иллюстрациями. Здесь смысл в пояснениях. Здесь, смотрите, на каждой страничке. То есть о том, что говорится в тексте, идет объяснение. Например, почему собака бросается на человека? Или почему, если от собаки убегать, почему она бежит за тобой? И так далее. То есть смысл этих книг, этой серии книг, именно в объяснениях, которые у нас вот здесь идут. Это вся серия книг. Она именно вот такая. Я же говорю, у нее достаточно спорное качество. Листы тонкие. Они прям тонкие. Ну, видите, да? Светится прям текст, просвечивает следующие страницы. Тонкие листы, сероватые, такие шершавые. Но я же говорю, за счет того, что здесь стоят эти вопросы. Тем не менее, всю серию я ее купила. В серии, по-моему, около 5 или 6 книг. Вот еще одну книжку, еще одна книга нам не дошла. Ее еще не доставили сезона. Но, тем не менее, я решила сразу показать. Тогда, когда... Вот, кстати говоря, некоторые пишут, что вот у блогеров, особенно у кого у многих детей, у них вот все тихо, а на камеру все проще. Вот у меня не тихо. У меня дети за дверью ломятся просто, шумят, играют. А я пытаюсь вам снимать видео. Все это получается криво, косо. Но, ребята, как есть. Тем не менее, очень хотела поделиться с вами. Вот, смотрите, здесь Паустовский. Получается, Бианки. Вот. Видела, вот книгу, вот рассказы о животных вот этого автора, я видела в другой серии книг, потрясающе красивых. Я скажу так. Для деток постарше, с вот этими совъяснениями, книга, серия книг очень клевая. Для школьного, с трудного произведения по школьной программе. Вот. Для малышей. Вообще, вот эти все, кладовая солнца, вообще все рассказы о природе этих авторов, они просто великолепные. Они прекрасно подходят и деток малого, младшего возраста. Но лучше взять, конечно, другой, другого какого-то издательства с красивыми иллюстрациями. Я нашла серию с вот тоже вот этих же авторов, с произведения о природе, но другой с красивыми иллюстрациями. Я ее обязательно закажу на Вайлдберсе. Я вам потом ее отдельно покажу. Ну вот пока так, что есть, то есть. Показываю. В общем, в любом случае, кто тоже собирает, как и я, школьную литературу, то вот могу рекомендовать. Ссылочки оставлю вам. Можете посмотреть. Вот эти книги этих авторов, они тоже есть в школьной программе. Поэтому тоже в любом случае они пригодятся. Можно смело покупать.